Друзья, это небольшой видео урок о том, как правильно уплотнить резьбу фум-лентой. Что вообще такое фум-лента? Это пленочная лента из поли-тетра-фторэтилена, или по-другому фторопластовый уплотнительный материал. Служит в сантехнике для уплотнения трубной резьбы. Предположим, что нам нужно уплотнить соединение между запорным шаровым краном и вот этим тройником, чем мы сейчас и займемся. Прежде всего, друзья, необходимо посчитать количество полных оборотов до того положения, в котором должен оказаться шаровой запорный кран. Ну, в нашем случае. Мне необходимо, чтобы барашка была ровно вверху, на 12 часов. Итак, приставляем кран к тройнику и начинаем заворачивать. Один оборот, два оборота, три оборота, четыре оборота, пять. Шесть. Все. Дальше не идет. Шесть полных оборотов. Это очень важно. Для удобства демонстрации я зажал шаровой запорный кран в тиски. Следует ли при уплотнении резьбы фум-лентой пользоваться уплотнительной пастой или же герметиком? Нет, друзья, я этим не пользуюсь. Когда я пользуюсь паклей для уплотнения резьбы, то применяю универсальную уплотнительную пасту или же специальный герметик. Но в случае с фум-лентой это совершенно не обязательно. Но, друзья мои, резьба должна быть чистая. Она должна быть полностью очищена от остатков старой фум-ленты, если таковая присутствовала, или же пакли. Итак, друзья, давайте начнем. Это стандартный шаровой запорный кран. Он будет закручиваться в тройник по часовой стрелке. Соответственно, фум-ленту мы будем крутить как бы в противоход против часовой стрелки. Итак, отматываем небольшой хвостик, помещаем его на резьбу. Очень часто бывает, что фум-лента шире, чем резьба. Бывает уже, бывает шире. Вот у меня шире, ничего страшного. Сопельки мы подберем. Лишнюю фум-ленту всегда выдавит. Итак, помещаем фум-ленту на резьбу и начинаем потихонечку оборачивать ее вокруг резьбы шарового крана. Подбираем вот эти сопельки здесь и чуть-чуть в натяг потихонечку отматываем. Да, кстати, а сколько оборотов мотать? Друзья мои, вы почувствуете, когда сделаете несколько раз, я делаю всегда несколько оборотов. 5, 6, 7 оборотов. Как я уже говорил, лишнюю фум-ленту всегда выдавит. Так, сопельки подбираем. Подбираем. Все, друзья мои, резьба уплотнена. Можно отрезать, а можно оторвать лишнюю фум-ленту. Заводим ее на резьбу. Она достаточно эластичная, поэтому будет держаться сама собой. Все, можно прикручивать шаровой кран в тройнику. Можно еще убрать сопельки вот с этой поверхности, которая будет закручиваться вовнутрь. Для того, чтобы потом кусочки фум-ленты не оказались в водопроводе. Все, друзья, шаровой запорный кран можно вкручивать в тройник. Помещаем его на резьбу. Помним, у нас 6 полных оборотов. Итак, начинаем. Раз, оборот. Все, кран держится. Он помещен на резьбу. Все хорошо. Начинаем закручивать. Друзья мои, если вы полностью сможете закрутить шаровой кран в тройник руками с уплотненной фум-лентой резьбой, значит, скорее всего, вы навернули фум-лентой недостаточно. Кран должен идти в натяжку. Второй оборот. Вот я еще могу руками, но уже трудно. Третий. Все, больше не могу. Вот, три оборота. Все, дальше уже, конечно, хорошо намотал. Так, поехали. Три оборота. Идем дальше. Четыре оборота. Очень хорошо, плотно идет. Пять оборотов. И последний, крайний оборот. Шесть оборотов. Друзья мои, если вы не посчитаете витки и, соответственно, немножечко перекрутите кран, барашка окажется не там, где надо, то уже обратно возвращать в нужное положение нехорошо. Соединение может потечь. Именно для этого мы считаем необходимое количество витков. Чтобы не возвращать кран, вы точно должны знать, сколько крутить. Все, барашка ровно посередине. Кран шел очень туго. Лишнюю фум-ленту, вы видите, выдавило. Можно привести все это в порядок, немножечко оборвать, обрезать. Тем не менее, у нас очень плотное и хорошее соединение. Лишняя выдавленная фум-лента удалена. Вот эти сопельки подлежат утилизации. А у нас красивое и аккуратное соединение, которое никогда не потечет. Все сделано четко и грамотно. Спасибо, друзья, за внимание. Подписывайтесь на канал. Пока!